Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в Украине за прошедший год. Зима 2014 года стала самой горячей в Украине. Киев и регионы охватили акции протеста. Майдан захватывал все новые территории столицы. И в январе на Институтской пролилась первая кровь. А дальше столкновения с полицией приобретали все более ожесточенный характер. В результате сотни погибли, а Виктор Янукович бежал из страны и был отстранен от власти. Давайте вспомним, как это было. Кратко о главном из событий Майдана в следующем сюжете. 2014 год. Майдан продолжает стоять. В начале января особых изменений не происходило. Но в тот день пропрезидентская коалиция приняла так называемые законы 16 января, которые ужесточали уголовное законодательство. Тогда же Виталий Кричко призвал тогда еще президента Украины Виктора Януковича не подписывать эти законы. После того, что сегодня отбылось в Верховной Раде, у людей избавили громадянские права и свободы. Потому что стоять на Майдане за этими наштампованными законами не можно. На меты ставите? Не можно. Говорить о продажных судей? Не можно. Остаток января ознаменовался частыми столкновениями с Беркутом. Появились первые погибшие. Баррикады на Грушевского стали основным полем сражения. Беркутовцы не щадили журналистов, срывая свою злобу и на них. В феврале Евромайдан захватывает новые здания, в частности Министерство юстиции. После этого Рада отменяет скандальные законы 16 января. Глава Кабмина Николай Азаров уходит в отставку. 18 февраля под Верховной Радой происходят ожесточённые столкновения. Люди требуют вернуть Конституцию 2004 года. И опять столкновения с милицией. Камни, коктейли молотова, спецсредства и травматическое оружие. На арене противостояния заявили о себе тетушки. Они помогали силовикам избивать и задерживать протестующих. После событий под Радой Беркут штурмует Евромайдан. 25 погибших и 241 ранены. Лидеры оппозиции так и не смогли договориться с Януковичем. Майдан продолжает гореть. Пылало помещение консерватории. Занялся пожар в Доме профсоюзов. Противостояние завершилось расстрелом более ста человек, которые двигались по Институтской. Неизвестные снайперы и автоматчики хладнокровно убивали их. Так появилась небесная сотня. Прощание с погибшими проходило на Майдане. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. В это время президент и его ближайшее окружение бежали из страны. Юлию Тимошенко освободили из тюрьмы. А спикером и одновременно исполняющим обязанности главы государства стал Александр Тручинов. Януковича отстранили от власти. После трагических событий на Майдане и бегство Януковича стало лихорадить Крым и Донбасс. В конце февраля на полуострове начинаются выступления пророссийских сил. Провокаторы в Крыму и на Востоке собирают антиукраинские митинги. Стычки, жертвы, псевдореферендумы. Об этом далее. События в Крыму развивались стремительно. Парламент захватили неизвестные вооруженные люди. В присутствии российских журналистов он принял решение провести референдум о статусе полуострова. Украинские военные части блокировали при поддержке российских военных. Флот России блокировал украинские корабли. Позже часть военнослужащих, так и не получивших четкого приказа от военного руководства, сдала свои части захватчикам и перешла на российскую сторону. В это время в Украине и России уже проходили митинги против агрессии Кремля. Мы вышли сюда с этим плакатом, потому что мы считаем, что присоединение, введение войск в Крым, это, подобно аншлюсу, это абсолютнейший позор для нашей страны. Мы против, мы хотим заявить, что мы категорически против того, чтобы Россия вводила опять войсканцев, которые других стран. Проукраинские демонстрации проходили и в Крыму. Во время одной из них в драке погибли два человека, 30 получили травмы. Тем временем в Луганске и Донецке тоже столкновение между сторонниками и противниками единства Украины. Мы за единую Украину, мы за Донбасс в составе Украины, за мир в нашей стране и в нашем городе. Я против войны, я против отделения от Украины. То есть одно дело федерализация, одно дело автономия, но отделяться от Украины. Я хочу жить под украинским флагом, не хочу жить в России. В конце, когда уже стали сворачивать флаг, стали расходиться возле сцены, стали они нас окружать. Не уходим, не уходим. Газ распылять, бросать камни. Его просто забили, забили ногами. Он упал, на чем его убили, не знаю, но вот один инструмент я вот взял специально, чтобы как сувенир показать. Таким образом решают у нас вопросы. После псевдореферендума 16 марта и аннексии Крыма, часть украинских кораблей вырвалась с баз, некоторые сдались оккупантам. Оставшиеся верными присяги военные покинули полуостров. В скором времени сепаратисты захватили областные советы Луганской и Донецкой областей. Псевдореферендумы прошли и там. Пророссийские активисты провозгласили создание так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Славянская группа вооруженных людей со стрельбой захватила городское отделение милиции. Так было положено начало боевым действиям на востоке страны. Аннексия Крыма, захват изданий местных органов власти, отделение милиции и СБУ. Все это вынудило Киев начать антитеррористическую операцию на востоке Украины. Угрозу распространения пророссийски настроенных сепаратистов другие регионы страны решили пресечь сразу. Стартовала АТО. Внутренним войскам было возвращено старое название Национальная гвардия. В ее состав вошли также бывшие участники самообороны Майдана и просто добровольческие батальоны. В конце мая начались первые бои за Донецкий аэропорт. В результате он стал символом стойкости и мужества украинских войск. Сейчас бойцы, получившие прозвище «киборги», продолжают удерживать там позиции. Ожесточенными были и бои за Луганский аэропорт. Он был полностью разрушен и вскоре украинские войска его оставили. Продолжалась и операция по освобождению Славянска. Боевики не гнушались обстреливать жилые кварталы. После почти двухмесячного артиллерийского противостояния город был освобожден. Украинские войска двинулись к восточной границе. В середине июля начались обстрелы украинских позиций с территории России. Использовались реактивные системы залпового огня. Боевики начинают получать вооружение и технику. Позже под Иловайском происходит прямое боестолкновение. Попав в котел, украинские войска вынуждены отступить. Наступление прекращается. Боевые действия на Востоке стоили жизни тысячам человек. Из них больше тысячи военнослужащие. Экономике Украины нанесен существенный урон. Множество строений и жилых домов разрушены. Более миллиона человек были вынуждены покинуть своё жильё. Агрессия Кремля вынудила страны Запада ввести санкции против российских чиновников, банков и компаний. Их могут снять, но только если Россия выполнит требования о прекращении агрессии против Украины и вернёт Крым. Мы говорили, что не считаем, что санкции могут быть просто сняты через какое-то время. Санкции могут быть сняты после того, как причин, по которым мы их наложили, больше не будет. То есть мы должны посмотреть, есть ли прогресс. Например, в вопросе уважения территориальной целостности. Процесс идёт. Прекращение огня соблюдается. По крайней мере, после того, как его снова объявили, смертей больше не было. Но нам ещё далеко до конца. Нужен прогресс. В частности, освобождение заключённых, а также уважение границ и отвод войск. Дверь всегда открыта. Если Россия изменит своё поведение, если она позволит украинскому народу самому сделать свой выбор, поддерживать свою суверенность и выбирать своё собственное будущее, если она выведет свои войска из Украины и будет придерживаться минских договорённостей, то санкции будут сняты. Соединённые Штаты будут и дальше призывать руководство России выполнить минские соглашения и достичь длительного и всеобъемлющего решения конфликта, которое будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соединённые Штаты готовы отменить санкции, если Россия пойдёт на необходимые шаги. Последними ограничительными мерами стран Евросоюза стало расширение санкций против Крыма. Европейские физические лица и компании не смогут больше покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские фирмы или предоставлять услуги. Круизным судам, плавающим под флагом страны-члены Евросоюза, запрещено заходить в порты полуострова за исключением экстренных случаев. АТО на Востоке стартовало в апреле, а уже 25 мая в Украине досрочно выбирали президента. Новым главой государства стал Пётр Порошенко. Уже в первом туре он набрал почти 55% голосов. Ближайший соперник действующего главы государства Юлия Тимошенко получила всего около 13%. Порошенко лидировал во всех регионах страны, на востоке Украины. Голосование проходило в напряженной обстановке. Более чем в 20 городах Донецкой области выборы просто не состоялись. В Луганской работали только два избирательных округа из 12. Мировые лидеры признали выборы состоявшимися и заявили о готовности сотрудничать с новой украинской властью. 2014-й стал для Украины годом испытаний. Буквально каждый месяц запомнился чем-то серьезным. Так в июне пророссийские боевики похитили и отправили в Россию украинку, наводчика, вертолета и добровольца Надежду Савченко. Там ей инкриминировали причастность к гибели российских журналистов. Защита передала суду доказательство невиновности Савченко. В момент гибели работников СМИ она уже час как была в заложниках. Но несмотря на непровержимые доказательства невиновности, Московский городской суд признал законным продление ареста украинской летчицы. По итогам заседания суда Савченко заявила, продолжит объявленную голодовку до тех пор, пока не вернется в Украину. По словам ее адвоката Марка Фейгина, решение об освобождении будет принимать президент России. Решение находится исключительно в политической плоскости. Суд, в общем-то, не является олицетворением правосудия в России. И поэтому решение, которое будет принято в Кремле наверху, оно и будет экстраполировано судебным органом. Ничего иного здесь быть не может, потому что Россия страна с авторитарным режимом. И в этих условиях Путин исключительно он решает вопрос. Бои на Донбассе напрямую коснулись и мирового сообщества. Поставки боевикам мощных противовоздушных систем принесли свои печальные плоды. 17 июля террористы ликовали, трубили об очередном сбитом ими украинском военном самолете. Но у поселка Грабова Донецкой области стали находить тела, пристегнутые креслом. Стало ясно сбит пассажирский самолет. Это был малазийский Боинг. Борт летел из Нидерландов. Тогда погибли 298 человек, из них 15 члены экипажа. Среди погибших граждане Малайзии, Нидерландов, США, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии и других стран. В момент трагедии малазийский лайнер находился на высоте 10 километров. Спустя почти полгода обломки самолета были доставлены в Нидерланды. Экспертная комиссия занимается их изучением и расшифровкой записи бортовых самописцев. В телах погибших обнаружены фрагменты, не имеющие ничего общего с обшивкой лайнера. А на самом фюзеляже видны следы попадания осколков. Расследование трагедии продолжается. В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В марте политическую его часть. Церемония подписания прошла в Брюсселе. Этот шаг символизирует важность взаимоотношений двух сторон и наше общее желание развивать их в дальнейшем. Это также утверждает стремление народа Украины жить в стране с ценностями демократии и верховенством закона. Это исторический день для моей страны. И мы полагаем, это исторический день для Европы. Мы хотим быть частью большой европейской семьи. И это первый важнейший шаг Украины к достижению этой главной цели – полноправного членства. В июне Украина подписала экономическую часть соглашения. Еврокомиссия приняла решение предоставить нашей стране торговые преимущества на 500 миллионов евро, отменить таможенные сборы для широкого спектра сельскохозяйственных товаров, текстильной продукции и много другого. Уже в сентябре Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала соглашение об ассоциации. Законопроект сразу же подписал президент Украины Петр Порошенко. Теперь это соглашение должны подписать все 28 стран-участниц Евросоюза. На конец декабря его ратифицировали уже 12 стран. Украинские экономисты подсчитали, в случае введения в действие всех условий соглашения, ВВП Украины вырастет на 14%. Теперь стране предстоит нелегкий путь привести законодательство, а главное его выполнение в соответствии с европейскими нормами. Народные депутаты в минувшем году в рамках борьбы за очищение власти приняли закон о люстрации. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 10 лет, для других на 5. В люстрационный список попадают также руководители и аппараты разных органов власти. Коснется люстрация и тех, кто во времена СССР был сотрудником КГБ или негласно с ним сотрудничал. Экспертизу законопроекта провели члены Венецианской комиссии. Документ одобрен, но требует доработки. В этом украинской власти поможет экспертное сообщество. Парламентские выборы 2014 года позволили создать проевропейское большинство Верховной Раде. Впервые со времен обретения Украины независимостью за бортом оказались коммунисты. А бывшие регионалы с трудом сохранили свое присутствие в законодательном органе. В Верховную Раду прошли 6 политических сил. Лидером гонки стал Народный фронт премьера Арсения Яценюка, за ним блок Петра Порошенко. Третье место получила самопомощь львовского мэра Андрея Садового. В парламент попали оппозиционный блок, радикальная партия Олега Лешко и Батькивщина. Спустя месяц парламент утвердил кабинет министров во главе с Арсением Яценюком. Новшеством Кабмина стало то, что трое его членов – министры финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли – иностранцы. Они представители США, Грузии и Литвы. Президент Украины так прокомментировал это. Я, например, твердо стою на позиции, что мы должны получать лучший международный опыт аж до включения или долегования представителей других стран, дружных до Украины, до Украины. Выступая перед депутатами, премьер-министр заявил, у Украины есть большой шанс, но страну ждет непростое время. Я уверен, что вместе мы подали им все трудности и уверен в том, что то, на что сподеваются миллионы украинцев, будет нами выполнено. У нас сложная миссия, историческая миссия, но историческая ответственность дает исторические шансы. У нас исторический шанс. А под конец года Рада приняла важное решение – отменила внеблоковый статус Украины. Но для вступления в НАТО нужно провести многочисленные реформы и всенародный референдум. Почти половину 2014 года Украина не закупала российский газ. Борьба за цену на голубое топливо – еще один фронт противостояния Украины и Евросоюза России, ее газовому диктату. После того, как Киев отказался закупать газ по установленным тарифам и схемам 2010 года, к решению вопроса о поставках голубого топлива в Украину присоединилась Европа. Лидеры ЕС беспокоились – нерешенный вопрос может привести к критическим последствиям для европейских потребителей в отопительный сезон. Прошел ряд встреч на уровне профильных министров, достигли принципиально важного для Украины соглашения. Удалось добиться отмены навязанного экспорта принципа «бери или плати». Согласно нему, потребитель должен был закупить не нужное ему, а оговоренное в контракте количество топлива. Теперь промежуточная цена за тысячу кубометров может составить 378 долларов вместо 385. Благодаря реверсным поставкам из стран Евросоюза, Украина значительно расширила число источников поставок газа. В 2014-м в нашей стране выбрали нового митрополита. Православные верующие понесли тяжелую утрату. Скончался митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Напомню, предстоятелем Украинской православной церкви он стал в сложные времена, сразу после распада СССР. Тогда же в стране начался церковный раскол. На посту предстоятеля его сменил митрополит Ануфрий. Эксперты отмечали, он один из самых опытных украинских иерархов. К тому же обладает наибольшим авторитетом как среди епископов, так и простого народа. В прошедшем году в Украине отметили 200 лет со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Его творчество – символ свободы. В нынешних украинских реалиях оно особенно актуально для большинства граждан. Юбилей отмечали всей страной. Как это было, смотрите далее. Отметить 200 лет со дня рождения Кабзаря на Майдан в Киев приехали тысячи людей из всей Украины. Те, что всегда сказали про Тараса Шевченко, что он украинский пророк, что те, про что он сказал в своих виршах, здействуется. И даже когда Тарас Шевченко уже начебто не живий, а те, про что он сказал, живий и доси, и, на жаль, еще не закинчивается, борьба продолжается. Великий день, мы специально приехали до Киева, чтобы быть в самом центре страны. И чувствуется великое поднесение, вера в то, что все будет доброе, вера в наше светлое будущее. Вот когда видишь этих людей, действительно таких патриотов в своей стране, я надеюсь, что все будет доброе. Перед собравшимися выступили украинские политики. Но не только им дали слово. К людям обратился и Михаил Ходорковский. Российский оппозиционер осудил заявление Москвы о том, что антиправительственные протесты на Майдане были организованы фашистами. Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее, их не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Здесь нормальные ребята. Русские, украинцы, крымские татары. Мои ровесники, воины-афганцы. Это прекрасные люди, которые отстояли свою свободу. Праздничные мероприятия прошли по всей стране, в том числе в южных и восточных регионах. Люди вышли с украинскими флагами на улицы Харькова, Луганска, Одессы, тогда еще свободных Симферополя и Севастополя, а также других городов. Нашумевший украинский фильм «Поводырь» вышел в свет в 2014 году. Лента Олеся Санина была номинирована на премию «Оскар», но в итоге не попала в шорт-лист. Фильм рассказывает историю американского подростка, отец которого переехал в СССР и был убит чекистами. Оставшийся один мальчик находит пристанище и работу у слепого кобзаря-бандуриста. Действие фильма развивается в середине 30-х годов в Харькове на фоне репрессий в отношении представителей украинской культуры. Это первый за долгое время украинский фильм, который был массово представлен и за рубежом, и в отечественных кинотеатрах. Еще одно событие года – первый украинский полнометражный мультфильм «Бабай». На премьере зал был полон, взрослых пришло даже больше, чем детей. Мультфильм про девочку, которая ничего не боялась. Так случилось, что Бабай забрал ее деда и бабу. Все наоборот. Обычно бабушки и дедушки пугают своих детей, мол, придет Бабай и заберет. А у нас вышло наоборот. Бабай утащил деда и бабу. Но внучка была настолько смелой девочкой, что не испугалась. И пошла их выручать. Есть такие мультики, когда и взрослым еще интереснее, чем детям. Поэтому я, наверное, больше иду, чем они на мультики. Конечно. Бабай, Бабай – это же вообще персонаж, которым еще… Моя бабушка еще пугала меня в детстве. Будешь плохо себя вести – придет Бабай. Все. С Бабаем шутки плохи. Все. Персонажи 70-минутного анимационного фильма хорошо всем знакомы. Это герои народных мифов и сказок. Ведьма, Черт, Змей, Горыныч, Бабай, Кот, Скрипун и другие. Их озвучивали Остап Ступка, Мирослав Кувалдин, Борис Георгиевский, Ирма Витовская, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. На создание мультфильма ушло два года и столько же миллионов долларов. За первую неделю проката анимационную ленту посмотрели больше 25 тысяч человек. А доходы лишь на 300 тысяч меньше, чем у американского мультфильма «Семейка монстров». Прокат Бабая имеет и благотворительную цель. Одна гривна с каждого проданного билета в поддержку детей временных переселенцев. 2014 год стал для Украины годом испытаний. Мы все надеемся, что 2015 подарит нам мир и государство станет на путь к благополучию. Всего вам самого светлого и доброго. С Новым годом и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин